Дорога не прощает ошибок. Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли за прошедшие сутки. Дорога не прощает ошибок. Последняя игра – последняя победа. Футбольный клуб «Анжи» объявил о прекращении своего существования, а перед уходом обыграл «Волгоградский Ротер-2». В пригороде Махачкалы на автодороге «Кавказ» произошла авария. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял у края проезжей части, включив аварийный знак. В результате ДТП пассажир первого авто, 17-летний житель поселка Ленинкент, с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Еще одна авария со смертельным исходом произошла накануне возле села Башлыкент Каякенского района. В ДТП погиб 55-летний мужчина. Управляя «семеркой», он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате происшествия мужчина скончался в больнице от различных телесных повреждений. Всего за прошедшую неделю на дороге республики произошло 40 ДТП. В них погибло 7 человек и 53, в том числе и 4 ребенка получили ранения. Полицейский из Дагестана признан лучшим сотрудником уголовного розыска России. Старший оперуполномоченный Надим Магомедов занял первое место на всероссийском конкурсе, который проходил в Омске. Майор полиции показал лучшие результаты по специальной правовой, огневой и физической подготовке. Наградил победителя заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД России Андрей Щуров. И к другим темам. Июнь – время, когда в Дагестане проводится перегон скота зимних пастбищ на летние. В конце весны отары уводят с гор на равнину, и здешние пастбища позволяют комфортно переждать жару, а после вернуться обратно. О нелегком, но очень важном в животноводстве процессе расскажет Патимат Ханапова. С зимних равнинных пастбищ на прохладные обильные горные луга стадо ведомые пастухами проходят сотни километров, чтобы оказаться там, где трава посочнее. Сейчас мелкий рогатый скот направляет из Бабаюртовского района в Казбековский. На это уйдет в неделю. В этом году все хорошо, условия все, травостой все есть, дожди есть. Раньше, год назад, такого не было. Почти пустыня. Почти калмыкия была. Ну, жалоб нет, собственно, потихоньку двигаемся. Позади стрижка и кубка овец. Эти две процедуры необходимо обязательно провести перед перегоном мелкого рогатого скота. Летом под толстой шерстяной шубой животным очень жарко. Окупают их в растворе, чтобы не переносить паразитов. Свои правила и при перегоне овец. Вот, я представляю, сейчас им особый уход нужен, внимание больше нужно, поэтому, как бы, по правительству, да, вот этим двойняшкам. Это двойняшки. Одиночки идут следом. Разделение по группам правильное. Бараны ушли впереди, яркие следом, двойняшки, потом одиночки. Травостой нормальный, дожди в этом году есть, природа благосклонна. Полную инспекцию провели, с чабанами, с бригадирами поговорили. Все идет в штатном режиме. На летнее пастбище этой весной должны уйти около полутора миллионов овец. Сейчас животных в некоторых районах республики перевозят транспортом. Но еще остались хозяйства, где делают это старым традиционным методом. Патиман Ханапов, Мурат Пикбарзов, Новости ННТ. Тем временем власти республики обещают выработать меры по развитию переработки шерсти. Накануне заместитель председателя правительства с рабочим визитом посетил специализированное по этой части предприятие в селе Кастек Хасавертовского района. Здесь после стрижки, естественно, стоит вопрос переработки шерсти. Этот вопрос проблемный в Дагестане. Вообще мы по поручению, можно сказать, Сергея Римовича приехали изучить этот вопрос. Реализация шерсти, переработка шерсти. То есть полный цикл этого направления. В Дагестане действует несколько шерстеперерабатывающих предприятий. Однако, как отмечают эксперты, их мощности не могут в полной мере обеспечить потребности животноводов. Это направление нуждается в мерах государственной поддержки, особенно в части субсидирования закупок технологического оборудования. Побывали, ознакомились с ситуацией, ознакомились с проблемами. Как нам известно, 20-25% шерсти вырабатывает у нас в стране Дагестан. И поэтому конечный результат и полный цикл, он для нас важен. Это дополнительные рабочие места, это налоги, это отношение, такое хозяйственное отношение к овцеводству. Притворение в жизнь полного цикла без помощи государства это не осуществить. Эти вопросы тоже стали предметом изучения. Мы разговаривали со специалистами. Они свои доводы, свои предложения представили. Будем изучать, будем работать над этими проблемами. В Махачкале прошел форум молодых в семье. Ведущие эксперты региона обсудили с молодыми людьми способы решения конфликтных ситуаций для сохранения супружеских пар и ответили на интересующие вопросы. Помимо выступлений, вниманию зрителей были представлены тематические ролики. Подробности в сюжете Хамзанур Магомедова. Возродить традиционные семейные ценности – главная задача, которую ставят перед собой организаторы форума. Перед молодыми супружескими парами выступили эксперты, среди которых психологи и богословы. Они рассказали о причинах семейного разлада. Статистика оплаченная, катастрофическая. Можно сказать, за последние годы взять и посмотреть последние 2-3 года, наблюдается, что даже 2-3 брака распадаются. Мероприятие проводится с надеждой, что наша молодежь услышит советы наших экспертов, наших богословов, психологов и положение нашей республики, что она улучшится и наша республика будет процветать. Мы как патриоты своей республики и страны в целом, естественно, мы волнуемся об этом. Тагестан всегда славился патриотами, и слава Всевышнему, они есть, были и будут. В рамках мероприятия зрителям показали социальные ролики на семейную тематику. Эксперты ответили на вопросы молодых людей, которые поступали к ним анонимно из зала. По ходу мероприятия состоялась презентация Центра создания семьи «Уют», который функционирует бесплатно при центральной джима мечети Махачкала. К нам в центр можно обратиться для помощи в создании семьи, также можно обратиться для помощи в сохранении семьи. Для этого у нас есть высококвалифицированные семейные психологи, которые могут помочь в этом. Случается так, что к нам отправляют мужа и жену, когда проблемы не являются в шариатской причине какой-то, а когда супруги элементарно просто не слышат друг друга. И наши психологи в этом могут им помочь. Форум молодых семей состоялся в актовом зале «Россия. Моя история». Мероприятие проходило в рамках реализации проекта возрождения традиционных семейных ценностей в молодежной среде при содействии правительства и духовенства региона. У Махачкалы теперь будет еще одна визитная карточка – кофе «Махачкалина». Лучшие терпкий напиток выбирали по итогам прошедшего накануне фестиваля кофе на центральной площади города. В течение трех дней в главном шатре команды городов Северного Кавказа и Москвы боролись за приготовление лучшего кофе. Каждому участнику было определено 15 минут, за которые они должны были представить на пробы жюри свой эксклюзивный напиток. Представитель Чеченской республики приготовил напиток с толокном и урбичом, удивив жюри оперативностью подачи. Бешеный фестиваль, бешеные эмоции, все готовится на ходу. Просто уровень бориста поражает, и мне кажется, тут собрались самые лучшие вообще с СКФО. Про Махачкалина я узнал вчера, что его надо будет готовить. И я резко смекнул. Везде любят урбич, особенно здесь. У нас это называется по-другому, у нас называется вета. Мы тоже его любим, у нас тоже он бывает. Я взял его как основной ингредиент, взял еще много ингредиентов, которые сочетаются с ним. И сделал из него мороженое, которое бы подошло с кофе. Подстроил помол хороший, красиво украсил бокалы, получается, в сам этот урбич. И делал мороженое, сверху аккуратно кофе. И получился холодный напиток, который реально такой напоминает... Мне это, когда я приготовил, напомнило детство. Мороженое, которое было раньше, по рублю, по два рубля, вот это гостовский пломбир. Вот такой же. Я так же рассказал и так же приготовил. Вроде всем понравилось, вот как-то так. В состав жюри под председательством мэра Махачкалы Салмана Дадаева вошли депутаты горсобрания, ректор ДГУ, главврач первой городской больницы, известные спортсмены и активисты-общественники. Фестиваль был организован на высшем уровне. И я считаю, что такие мероприятия нужно проводить ежегодно. Очень интересное мероприятие. Сегодня мы выбирали новый вид кофе. В Махачкале подвели итоги первого республиканского конкурса на лучший плакат антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь». Он проводился среди учащихся специализированных учебных заведений республики по инициативе Национального музея Дагестана. Малика Курбанова расскажет далее. Каждый участник конкурса постарался изобразить в своих рисунках то, что олицетворяет мир на земле. По словам жюри, они столкнулись с проблемой в отборе лучших работ. Некоторые отличались техникой исполнения, а в других удивляла детская фантазия. Через творчество в детях и подростках воспитывают отрицательное отношение к пагубным привычкам и влиянию негативной среды. И по словам организаторов, рисуя антинаркотический плакат, они уже выбирают здоровый образ жизни. И здесь дети сами ознакомляются с этой проблемой через картину, через рисунок, через плакат. Это одна из самых эффективных форм профилактики наркомании. Сами участники конкурса советуют чаще путешествовать, больше читать, заниматься творчеством и обязательно спортом. Надо же заниматься спортом, чтобы быть сильным, активным. Благодаря спорту человек ни на что не отвлекается, только им занимается. И вот дети, я из Бразил, дети веселые, занимаются, играют в футбол, теннис. Ваши эти плакаты посмотрят сотни и сотни детей, которые проходят в нашем музее. Они будут это установить и наверняка многим у них западет в душу и в голову то, что у вас на этих плакатах самое главное. Не перейти эту черту, потому что за ней все, за ней не жизнь. И я думаю, многие из этих детей будут очень-очень благодарны именно вам, тем детям, которые сделали вот эту нашу выставку. Участников и победителей конкурса наградили дипломами и ценными подарками. Также для ребят провели экскурсию по экспозиции музея. Малика Курбанова, ННТ, Махачкала. И о спорте. Сборная Дагестана по женской борьбе показала второй результат на чемпионате России. Соревнования проходили в Подмосковном на Рафа-Минске. Во второй раз в карьере золота главного турнира этого года выиграла Милана Дадашева. Махачкалинке не нашлось равных в категории до 33 килограмм. Ее почин поддержали еще две представительницы республики Ксения Буракова и Евгения Захарченко. Во второй раз в карьере золота главного турнира этого года выиграла Милана Дадашева. В Махачкалинке не нашлось равных в категории до 53 килограмм. Ее почин поддержали еще две представительницы республики Ксения Буракова и Евгения Захарченко. Также в активе сборная 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Всего в спор за медали чемпионата страны вступали 157 спортсменок из 30 регионов. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Красноярского края. Футбольный клуб Анжи одержал победу в последнем для себя матче. В заключительном туре в ФНЛ-2 желто-зеленые одолели Волгоградский Ротор-2. Встреча завершилась счетом 4-0. Дублем отметился Раджаб Магомедов и по одному разу отличились Муслим Шахбабаев и Магомед Магомедов. К сожалению, Анжи не получил лицензию на участие в следующем сезоне. На своем сайте клуб объявил о потере профессионального статуса и о прекращении существования. Попрощаться с любимой командой в Волгоград приехали два десятка болельщиков. Напомним, что неделю назад путевку в первый дивизион завоевал другой столичный клуб «Динамо», возрожденный в прошлом году. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Сцен. А у меня на этом все. До встречи. Продолжение следует...